Доброе утро! Да, но это современная, да, такая, скажем, модель, что так... Некоторое время назад тренды Ютуба просто были завалены видеозаписями разных трюков со спиннерами. У нас есть один из видеороликов, давайте посмотрим, чтобы понимать, что можно с этой вещицей делать. Ну что такое? Понеслось. Вот, это вот прямо такой же, как я сейчас держу. Вы тоже можете такой какой-нибудь трюк показать? Ну, если честно, я больше продажей занимаюсь. Но, тем не менее, вот сами крутите, поиспользуете свою продукцию? Ну, я кручу, да, в принципе, ну вот из того, что такое несложно, можно там на пальцы подкрутить. Вот сколько они стоят? Вот если бы она была из хрусталя, и Саша ее разбил, сколько бы ему пришлось заплатить? Ну, из хрусталя, я думаю, гораздо больше, а так они стоят в районе 500 рублей. То есть, ну, в принципе... Подшипник тут, наверное, можно смазывать с лошон. Суховат, но это как раз для легкого вращения, да, я понимаю. Вот есть такой открытый вариант, да, здесь пластиком не закрыто. Что здесь, кроме, собственно, пластика в этих спиннерах? Кроме пластика, здесь установлен центральный подшипник, который для того, чтобы вертелся быстро, скажем так, и по бокам более такие декоративные. Ну, тоже вращающиеся подшипники, да. Да, подшипники, это все подшипники. Это вот вы уже делаете два варианта, которые вот производят здесь. Это такой интерес на наши модели, которые мы делаем. Эксклюзив из дерева и из дуба вообще в России практически никто даже не делает. В Америке, ну, бывает модели, встречаешь так, что вот мы такие. Из дуба, интересно, да. А вот сколько люди вообще учатся, осваивают такие вещи? Ну, здесь, в принципе, не сложно. Единственное, что касается каких-то уже сложных трюков, это, да, это нужна практика, тренировка. А, в принципе, ну, крутить здесь как бы сильно-то... Большого умения и не нужно, как говорится. Вот попробуй только... Вот, вот, и... Надо как-то ловить, видите, вот. Какой возраст ваших покупателей? Потому что в интернете возраст огромный. Там и дети с этими спиннерами, и взрослые люди. Ну, так и есть, да. То есть, вообще, основная аудитория, это, конечно же, школьники, подростки. Вот, у них там один в класс принес, все захотели, потом через день приехала полкласса. Вообще, также взрослые тоже покупают. Много люди покупают перед полетами, например, приезжают, говорят, вот, я там в самолете завтра лететь далеко и долго, хочу вот крутить чем-то себя, занять в дороге. Вы принимаете... Долетел до США. Саша, просто карточка, тебе придется заплатиться. Два спины расточил. А выходят они из строя как-нибудь? Нужно им какое-то обслуживание техническое? Они уже, в принципе, не нужно, они уже там смазаны чем надо, все у них. Но падение выдерживают, мы видим, что ничего не отвалилось, не треснуло. Вот смотри, только, только получилось. Давай еще раз. На мизинчике, я просто сейчас видел, что девочка держала на мизинчике. Вот, ну, я представляю, какое огромное количество трюков можно сделать с ними. О, получилось, да, держу. Ух ты! Вот, ну, и перебрасывай этот пальцем. Это тройное у тебя, да, попробуй с двойным. С двойным сложнее будет, да. Вот с этим лучше он специально для трюка. Пластиковый давай, посмотрим. На мизинце тоже? Ну, давай, да. Ты у нас опытный, самый опытный спиннер в этой студии. Да, я уже наспиннеровался тут. Ну вот, я был близок к тому, чтобы удержать его немного. Интересные, конечно, поделки, вот, можно дарить друзьям. И там, я так понимаю, где... Ну да, и быть в тренде сейчас это действительно очень модно. Вы знаете, нас, несмотря на то, что дети сейчас, может быть, уже ушли в школу куда-то, но вот смотрят взрослые, и наверняка в офисе у вас есть такой человек, который постоянно что-нибудь делает вот такое вот... Щелкает ручкой, долбит. Можно просто подарить, накрути, все. Вот я такой человек. На, покрути, давай просто постоим, покрутим. Попробуй. Как тебе? Вот. Ну да. Смотрите, вы сейчас видите ссылку на своих экранах, потому что нам, во-первых, приятно, что люди, которые есть в нас в городе, сами что-то производят, вот. А вам наверняка будет приятно у них приобрести эту продукцию. Зачем обращаться к заокеанским каким-то товарищам, да. Если у нас есть свои красноярские. Такое приятное ощущение. Но? Мне нравится. Как говорится, залип уже. Просто взять руки и там дальше не оторваться. Как вот, как рождаются такие вещи, я не понимаю. Казалось бы, да, как пружинка слинки. Вот ничего же элементарнее нет. Кстати, я могу рассказать, откуда она появилась. То есть это придумала женщина в Америке, изобретатель еще в 93-м году. То есть это давно уже. Значит, про пружинку или про спиннер? Про спиннер. Про спиннер, да. Еще в 93-м году она для ребенка, для своего придумала, чтобы его занять. Вот. Но у нее как-то это дело не пошло. Она там продала пару тысяч. Вот. И следующая волна, скажем так, в 2016-2017 году захлестнула прям. А кто поднял волну 16-го года? Ну, неизвестно, кто поднял. Ну, так бывает. Несколько производителей, да, сразу. Сразу игрушка не получает распространение, а потом ее подхватывают. Но хоть сейчас дошло и стало популярным. Интересная штука, да. Андрей Лагутский, производитель спиннеров в Красноярске, был в нашей студии. Мы вас благодарим. С удовольствием покрутили спиннер. Это был первый спиннер в моей жизни. Да, первый спиннер опыт.